Итак, чтобы сделать перехват, парус нужно немножко раскрыть и взяться пошире. Отпустите переднюю руку и мачту, и возьмитесь прямо за задней рукой, за угол паруса. Вот так. Дождитесь, пока парус развернется вдоль линии ветра, углом вперед. И только после этого перебрасывайте руки с новой стороны. Как только вы это сделали, нужно взяться руками на уровне плеч, наполнить парус ведром и стараться держать угол паруса ближе к носу, а мачту над кормой. Получился хороший перехват, следите за положением спины. Не нужно наклоняться в сторону паруса во время перехвата. Нам нужно взяться пошире, немножко приоткрыв парус, избавиться от чрезмерной тяги. Когда вы учите перехват паруса углом вперед, мачта падает в воду. Это происходит из-за того, что вес паруса нас перетягивает от собой. Чем ниже мы наклоняем мачту в момент перехвата, тем больше веса мы ощущаем спиной. И тем сложнее вернуть мачту в исходное положение. Чтобы избегать этой ошибки, та рука, которая стояла впереди и перехватывается на угол паруса, должна быть согнута в локте. Рука согнута под 90 градусов. Локоть опущен вниз, плечо прижимаем к туловищу. Беремся пошире, отпускаю переднюю руку и держу руку полусогнутую. После того, как парус развернулся вдоль линии ветра, я переставляю руки и наполняю его ветром уже в положении углом вперед. Весь секрет красивого пролета паруса в том, чтобы подтянуть центрифугу вращения, ось вращения паруса, а именно мачту, ближе к себе, до того, как вы отпускаете что-то в угол. Если вы делаете это своевременно, то можно вообще убрать руки, парус будет вращаться. Когда у вас получается достаточно хорошо переброс, вы можете добавить стиля, скорости и динамики. Не нужно, чтобы в парусе была тяга. Я его держу обезлить, смотрите, двумя пальцами придерживаю. Отпускаю эту руку, хватаюсь и жду, пока парус провернется. Когда он провернулся, я переставляю руки аккуратно, поправляю свою стойку, разгоняюсь, наполняю парус ветром. То есть мне нужно научиться двигаться с таким положением паруса, при этом я могу немножко увалить тостку, либо наоборот привести, менять положение доски к ветру. В тот момент, когда я хочу перехватиться, я парус ставлю в вертикальное положение, более вертикальное, дотягиваюсь до мачты и смещаю ось вращения паруса ближе к себе. Смотрите, что будет, если я этого не сделаю. Если я отпущу просто шкотовый угол, парус вращается далеко от меня, и в центре фуга меня вытягивает с собой. Чтобы не было неловкого положения, я перед тем, как отпустить шкотовый угол, я подтягиваю мачту к себе поближе, и парус вращается так близко ко мне, что мне можно даже в этот момент отпустить руки, никуда он не денется. Парус, обратите внимание, все время стоит на мачте. Научитесь держать парус вертикально, ставьте мачту, на мачте будет держаться вес паруса, наш собственный вес, и мы можем даже немножко повиснуть, для того, чтобы сделать все эти переходы намного быстрее. Просто используйте вертикальное положение мачты, на которое мы можем свой собственный вес облокотить, и он распределится по всей площади доски, потому что шарниз стоит ровно посередине. Продолжение следует...